Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Актуальное интервью» и веду ее сегодня я, Блина Рассиддикова, и мой собеседник сегодня, педагог-психолог Наталья Милюкова. Здравствуйте! Добрый день! Хотелось бы сегодня поговорить о переходном возрасте для подростков. В чем его особенности, как протекает, когда примерно уступает? С учетом академической периодизации, присущей именно подростковому возрасту, принято считать возраст от 11-12 лет с учетом акселерации. Это младший подростковый возраст и до 14 лет. И с 14-15 лет это старший подростковый возраст до порога 19 лет. И именно этому подростковому возрасту присущи, конечно, промаркированные особенности, которые являются значимыми для именно этого периода. Характерные особенности — это хрупкость и ранимость психики ребенка. Далее — высокая эмоциональная переключаемость. Характерной особенностью этого периода является становление собственного статуса среди подросткового окружения. И что, ну, несколько печально, но в этом возрасте происходит утрата статуса родителей. Вот эти важные особенности, они присущи подростковому возрасту. И я сейчас объясню, почему. Ну, во-первых, это физиологические особенности, которые откладывают отпечаток на эмоциональную сферу ребенка. В этом возрасте очень активно начинает развиваться костная система скелета ребенка. А мышечная масса не успевает. И поэтому мы замечаем некую угловатость, нелепость в движениях ребенка, подростка. То есть в этом возрасте происходит утрата вот некой такой органичной пластичности, которая была присуща ребенку от периода младенчества до 10 лет, который в психологии называется золотым возрастом. В этом возрасте у подростка начинают активно проявляться вторичные половые признаки. Очень интенсивно начинают работать железы внутренней секреции. И, безусловно, здесь мы сталкиваемся с такими косметическими моментами, как угревая сыпь на лице и чрезмерное потоотделение, которое доставляет определенные неудобства. При общении помним, что главным в этом возрасте является именно установление собственного статуса среди сверстников. Поэтому вроде бы для взрослого человека это проблемы, которые могут быстро преодолеться, а для ребенка, который сталкивается с этим впервые, это представляет значимые трудности. И здесь не обойтись без помощи родителей, которые своевременно должны ребенку сообщить, провести с ним беседу, естественно, по гендерному различию, папы с мальчиками, мамы с девочками, о нормах и правилах гигиены, которые должны быть дополнительно озвучены именно в этом возрасте. Ребенку необходимо выбрать правильную прическу, чтобы он себя чувствовал более комфортно, видя собственное отражение в зеркале. Основной акцент можно сделать на том, что при вот таком активном гормональном выбросе в организм ребенка фронтальная зона коры головного мозга, которая отвечает за контроль над принятием решений, будет сформировано только к 21 году. И в этой связи мы и наблюдаем вот такую чрезмерную хрупкость и уязвимость психики ребенка, когда ребенок находится в состоянии, ну, можно сказать, бесконтрольного сознания по озвученным всеологическим особенностям. И здесь, конечно, очень большая опасность того, что ребенок вот на таком эмоциональном нестабильном фоне может совершить аутоагрессивные поведения. И именно этот промежуток, возрастной промежуток, характеризуется таким красным сигналом именно в плане того, что ребенок может совершить определенные действия, которые приведут к утрате не только здоровья, но и жизни. Поэтому повышенное внимание родителей и психологов без особой ажиотации, но это всегда нужно иметь в виду. Пластичность и хрупкость именно по причине физиологического возрастления ребенка. Но природа устроена очень гармонично, и поэтому этому возрасту присуща быстрая эмоциональная переключаемость. И в этом плане можно сказать, что это защитный механизм, потому что ребенок может огорчиться, испытать некую низкую эмоцию. Мы не говорим об эйфории и дисфории, а в таких бытовых условиях он может чему-то огорчиться. И тут же он может переключиться на другое. И вот это является защитным механизмом, и это, конечно, радует. Следующее, о чем хотелось бы сказать и акцентировать внимание, особую проблематичность и напряженность со стороны родителей вызывает такой момент, как агрессивное поведение ребенка, потеря коммуникации, демонстративное поведение. Чем это вызвано? Вот если в прикладном плане разобрать именно этот возраст, но в контексте того, что он является серединой момента взросления, то есть социализации ребенка, если мы бы говорим от момента младенчества, когда ребенок пребывает в такой стерильной безответственности, до момента, когда родители ему делегируют все права за принятие решений и ответственности за свои поступки, вот этот переходный возраст характеризуется тем, что именно родители должны пересмотреть условия договора. Ребенок уже стал взрослым, и поэтому отношение к нему, естественно, должно быть другое. Здесь очень важно отдать часть прав ребенку. Это, конечно же, безусловно, ребенок должен иметь ощущение собственного достоинства. Из каких моментов оно складывается? Безусловно, это карманные деньги, что вызывает у родителей определенные панические моменты. Но это все естественно, потому что это является экономическим воспитанием ребенка в данный момент, которое будет сформировано уже в будущем. Естественно, должна быть обговорена сумма и временные сроки, в которые ребенок должен их потратить. Но это имеет место быть, вот эта напряженность этого вопроса, и это должно быть озвучено непременно, что у ребенка должны быть карманные деньги. А второй момент, на котором хотелось бы остановиться, это уровень свободы. Сейчас появляется очень большая заинтересованность в общении со сверстниками. И когда родители начинают чрезмерно ограничивать, патрулировать ребенка, всю его коммуникативную сферу, это, конечно, вызывает некое напряжение у ребенка. Безусловно, определенный уровень свободы у ребенка должен появиться. Но родителям, безусловно, нужно иметь в виду, что детеныш не может быть акеллой. Понимаете? И все уровни свободы, которые предоставляются ребенку, с делегированием за это ответственности, должны быть говорены заранее между двумя сторонами, которые являются участниками договора со стороны ребенка и со стороны родителей. Если мы говорим, что ребенок должен прийти в 9 часов, он должен быть дома в 9 часов. Если в 7, то в 7. И исполнение договора должно быть обязательным. Очень много споров о том, что наказывать детей, не наказывать детей. Безусловно, это репрессивная мера, но она в некоторой степени дисциплинирует и позволяет ребенку в будущем придерживаться норм и правил, которые ему будут обязательны для выполнения во взрослом социуме. Мера наказания. Вот о чем должна идти речь. Безусловно, никогда мы не говорим о телесном наказании. Это табуированная тема, потому что это прямое ущемление достоинств личности. Наша страна вступила, приняла конвенцию о правах ребенка, поэтому в этом контексте это недопустимо. Даже если говорить о собственном опыте, это, конечно, безусловно, из ряда вон выходящий случай, потому что вы представьте, если вас вызовет начальник и вытащит из шкафа тапок и будет вас наряду с вербальными порицаниями использовать еще и тактильные уничижительные действия, безусловно, вы испытаете стресс. В таком уже стрессу и подвергается ребенок, потому что взрослый человек, он морально сильнее и, конечно же, физически. Поэтому телесное наказание, еще раз повторю, табуировано, недопустимо, ни при каких условиях. Если нарушен договор с одной стороны, в данном случае мы говорим со стороны ребенка, то, безусловно, должно быть вынесено вербальное порицание, но без уничижительных акцентов. То есть личность ребенка не должна быть затронута, должно быть затронута только мера ответственности в данном конкретном случае за конкретный проступок. Мы не говорим, что ты из-за этого плохой или ты ни с чем не справляешься. Вот самооценку ребенка трогать в этом случае недопустимо. Мы говорим о конкретном случае, где были допущены нарушения. Если были нарушения договора со стороны родителей, тут, конечно, родитель тоже должен принести извинения ребенку, потому что так воспитывается высота общения, так воспитываются определенные социальные нормы, при которых мы можем стопроцентно утверждать, что это порядочный человек, что это хороший человек. А это очень важно при воспитании детей. Итак, подводя общую черту, можно сказать, родитель должен быть компетентен в знании возрастных особенностей, должен протянуть руку помощи ребенку в нужный момент, быть с ним в отношении, в коммуникации межличностной, корректной. Если говорить о том, что у кого-то из подростков переходный период выражен достаточно ярко, достаточно контраста, для кого-то и по воспоминаниям, и по восприятию окружения, что он, так скажем, мягко прошел, практически незаметно, это исключительно индивидуальные характеристики или с чем-то связано? Безусловно, здесь индивидуальные характеристики имеют место быть, это и темперамент ребенка, и определенные генетические заложенности. Но в большей степени здесь мы говорим о том, как взрослый родитель относится к ребенку. И это очень важно, потому что если нарушаются вот эти вот принципы правильной коммуникации, достойной, то ребенок ищет общение в других местах. В психологии это принято называть эстетикой безобразного, то есть место за гаражами, где он будет понят. А как правило, это люди с низкими вибрациями и вот такая наполненность общего промежутка взросления ребенка именно такой акцентуации, конечно, для него проходит тяжело, откладывает отпечаток на будущую жизнь. Но если принципы корректной коммуникации внутри семьи не нарушены, то этот процесс проходит бесполезненно. Я хочу сказать, что в большей степени преувеличена вот эта опасность, подросткового возраста, потому что знание, при наличии знаний этот возраст можно пройти безболезненно, без потери авторитета родителей, без таких деструктивных действий, направленных вовне и вовнутрь, без определенных сложностей. Так, если говорить о влиянии социальных сетей на подростка, на его психику, сейчас достаточно популярно, что практически, наверное, все молодые люди, дети в интернете, и много споров возникает о том, сколько ребенок должен проводить времени, насколько он должен быть подвержен или, наоборот, его нужно полностью оградить от этой сферы. Если говорить об медиапространстве, об интернете, если говорить о медиапространстве, об интернете, то это, на мой взгляд, седьмой континент. Цифровое пространство настолько глубоко и плотно вошло в нашу жизнь, что мы уже практически не представляем жизни без него. Любая информация, которую мы черпаем, мгновенно может быть нам предоставлена именно с помощью интернет-ресурса. А способ коммуникации на дальних расстояниях может сблизить людей мгновенно. Поэтому преуменьшать значимость нельзя. Но, как это обычно происходит, у каждой медали две стороны. И в этом плане, конечно, есть определенная опасность. Здесь мы говорим о подростковом периоде, и мы, конечно, подразумеваем хрупкость психики и я говорю об этом вновь. Что мы должны делать, какие шаги должны предпринимать именно в контексте корректной коммуникации в интернет-пространстве? Это грамотность, это корректность и это безопасность. Вот три вещи, которым мы должны обучить наших детей. В чем они заключаются? Во-первых, у нас нет законодательного запрета на регистрацию профиля ребенка до 14 лет ограничений или с наступлением совершеннолетия. В других странах это есть, у нас пока нет законодательного запрета. Но психологи в один голос рекомендуют все-таки не регистрировать ребенка в соцсетях до 14 лет. А родители это делают и делают это осознанно, потому что ведь как происходит регистрация на профиле? С помощью номера телефона, ну девайса будем так говорить в корректной форме, телефон приобретен по паспорту родителей. И фактически мы кто осознанно, кто сознательно подвергаем ребенка риску. В чем заключаются эти риски? Во-первых, ребенок начинает сразу выкладывать свои фотографии, то есть свою личную жизнь. Он еще не имеет навыка правильной коммуникации именно на этой платформе. Естественно, мы видим значок одобрения общества, так называемый лайк. И даже если ребенок вам не озвучивает, вы видите, что он находится в некоторой растерянности или в некотором подавленном состоянии, это количество лайков маленькое. А у ребенка еще не сформированная психика, у ребенка еще не сформированные личные убеждения. и поэтому безусловно мы подвергаем его опасности дополнительной сами же родители. Поэтому огромная просьба не регистрировать детей. Далее подростковая статистика посещения сайтов тоже имеет определенный процент. Очень большое количество посещений подростками именно сайтов, которые носят порнографическую информацию. Дальше распространение алкоголя и различных психотропных веществ. И последнее очень большая посещаемость сайтов, которые имеют суицидальную акцентуацию. Безусловно это тоже мы должны иметь в виду. И здесь мы плавно переходим к безопасности ребенка. Либо мы добавляемся к ребенку в друзья, потому что это законное право родителя контролировать ребенка. Это обязанность каждого родителя знать, что в данный момент в определенном месте, будь то улица, школа или медиапространство, родитель должен быть посвящен в интересы своего ребенка. Кто у него в друзьях, кто у него вызывает наибольший интерес. Поэтому все это должно быть подконтрольно, если уж мы решили зарегистрировать ребенка. Это мера ответственности родителей. Я не перестаю об этом говорить. Что еще хотелось бы сказать в контексте безопасности. Раньше мы приучали детей правильно реагировать на стук в дверь незнакомого человека. Мы говорили спроси кто там. Вот так же и корректно ребенок должен вести себя в цифровой комнате. Он должен знать, что определенные информации, которая имеет приватный характер, личные данные, не должны быть выложены на всеобщее обозрение. То есть некая закрытость, некий аскетизм должен быть ребенку привит именно в плане позиционирования себя настолько широко и открыто. Это каждый родитель должен иметь в виду. Что касается пользованием интернета длительностью, здесь мы говорим о том, здесь тоже двоякость. Во-первых, все, что сопряжено с учебой на данный промежуток времени, дети, будем так говорить, утрированно скачивают, где-то перерабатывают, являются акторами всего этого процесса, подводят все это в учебный контекст, который требуют преподаватели, потому что таков социальный запрос именно учащегося, чтобы он был актуален, а актуальную информацию можно подчеркнуть только прибегая к интернет-ресурсу, но есть определенная опасность, вот по последним новейшим исследованиям исследовали структуру головного мозга человека, у которого есть интернет-зависимость или компьютерная зависимость по биологическим разрушениям равносильно алкогольной зависимости и другим зависимостям происходит такое же разрушение головного мозга, происходит такой же распад личности, как и при других зависимостях, поэтому это опасно. При увеличении и мы еще не досгущаем краски, говоря об этом, потому что на слуху у всех примеры, которые имели трагическое завершение, поэтому на круг с коммуникацией, с просмотром кинофильмов, с скачиванием учебной информации, необходимой для ребенка в данный момент, на круг должно не превышать двух часов, двух часов с половиной. Вот это основной временной континюм, который должен быть обязательно соблюден для сохранности здоровья психологического и физического ребенка. Необходимо ли обращаться детям к психологу или данный вид общения только в случае каких-то экстренных ситуаций, проблемных моментов? Или это тоже норма при обычном течении жизни для подростка? Я вам могу с уверенностью сказать, что работать с ребенком, да и со взрослым человеком, когда он находится в состоянии эмоциональной включенности, а в данном случае мы говорим в стрессовой ситуации, работать невозможно, потому что эмоции перехлестывают и здесь работа затруднена. безусловно очень большая львиная доля правильного поведения ребенка взрослого в любой стрессовой ситуации отдается на профилактику. То есть мы ребенка до наступления вот такой травмирующей ситуации, когда он себя может повести деструктивно, мы его должны уже обучить методам и приемы правильной коммуникации, правильного принятия решений. Безусловно. Если говорить именно в этом контексте, то и именно в контексте подросткового периода, то мы должны ребенка в этом возрасте обучить эффективным стратегиям поведения. Вот это главное. Стрессоустойчивость, переключаемость, способность к переключаемости и уменьшение акцентуации. В принципе, у нас до сих пор принято в обществе считать, что если ты обратился к психологу, то с тобой что-то не так. Понимаете, дело в том, что вообще психология, она раньше была отраслью философии и педагогики, и сравнительно недавно она приобрела статус самостоятельной науки. и в общем-то ментальность нашей страны именно предусматривает вот такую акцентуацию, которую вы только что озвучили. На самом деле это ущербная точка зрения, потому что если разбирать это точечно, то можно с уверенностью сказать, что каждый из нас обладает определенными знаниями, определенным опытом, и каждый из нас находился в сложных ситуациях, и можно сказать, что каждый из нас владеет психологией на бытовом уровне. Но суть заключается в том, что когда мы разбираем ситуацию самостоятельно или обращаемся за помощью к своим родственникам или друзьям, то эти люди эмоционально включены, и они не имеют возможности дать правильные рекомендации, потому что исходят из своего деструктивного опыта, который не может быть полноценно наложен как правильное решение на опыт или выход из ситуации обратившегося. Поэтому, безусловно, нужно обращаться к специалистам, которые имеют высокий профессиональный уровень, которые разберутся в сути проблемы, которые на данный момент являются актуальными для человека и подскажут ему правильные пути выхода. Вот для того же подростка, школьника, это, допустим, он может сам прийти на беседу к психологу в школе или это наоборот эффективнее, если он озвучит это желание родителям и они совместно придут, уже запишутся на прием. Каким образом? Оба варианта они приемлемы. Но дело в том, что если ребенок открыт к коммуникации, он безусловно придет к психологу. Если ребенок закрыт и он в большей степени интровертен, то действительно он свою зону общения ограничит родителями в лучшем случае и расскажет им о том, что его тревожит. в лучшем случае еще есть определенный момент личности самого психолога. Ведь психолог профессиональный работает не определенным инструментарием, а всей своей личностью. И поэтому прежде всего, когда обращаются к психологу, идут к человеку, который может помочь найти выход из сложной сложившейся ситуации и ребенку, и родителю, и взрослому. Сейчас вообще принято обращать внимание на эмоциональное состояние детей. Если сравнивать даже с каким-то опытом прошлых лет, воспитанием, так скажем, бабушек, дедушек, это был иной тип воспитания. Как Вы считаете, насколько оправданы эти изменения, насколько они необходимы? Ну вот Вы сейчас вскользь затронули исторический экскурд. Да, действительно, воспитание в семье претерпевало различные изменения. Если это в определенные давние времена была расширенная семья, где люлька висела посреди избы на крюке, и, в общем-то, ребенок постоянно был под вниманием, находился в зоне внимания родителей. Если он плакал, ему давали грудь или рожок. Начинал он ползать хорошо, выползал за пределы избы тоже хорошо. В связи с тем, что жители деревень сельских местностей стали переезжать в город, семья сузилась до контекста мама-ребенок. И поэтому мама-ребенок дальше в послевоенное время мы говорим о буржуазном типе семьи, когда было принято считать, что норма это мама-папа и двое детей различных по гендерной принадлежности. Это считалось нормой, и к этому все стремились. Вот такая некая идиллическая картинка. Потом была акцентуация в детоцентричности, когда родители могли пожертвовать какими-то своими определенными запросами социальными в угоду развития и воспитания ребенка. В настоящий момент мы говорим о взрослоцентричном воспитании. То есть, если возникла такая необходимость, я сейчас приведу слова социолога современности Айкинса, он говорит о таком явлении, как текучесть момента. И если в данный момент времени родителям выгодно переехать в ту или иную местность, потому что там более выгодные условия проживания, более высоко оплачиваемая работа, то они это сделают незамедлительно. Здесь интересы ребенка не рассматриваются, то есть, он будет перемещен в другое жилье, в другую школу. И здесь в общем-то приоритет взрослоцентричный. В контексте вашего вопроса я могу сказать следующее. Всегда было разделение на две категории. Та категория родителей, которая, ну будем так говорить, современная, актуальная, которая имеет большое количество знаний. И те родители, которые довольствовались такими вот расхожими знаниями, которые на слуху постоянно. И вот если говорить о первой категории родителей, то они уже знают, что такое альфа-родитель, знают о том, что такое теория привязанности, знают о том, что такое психотравма, детская психотравма по Фрейду. Вот. И эта часть родителей прибегает к некоторым абсурдным действиям. Она, эта часть родителей делает общение ребенка стерильным. То есть регламентирует его общение, с этим не общаясь, туда не ходи, дабы его оградить от тяжелых психотравмирующих факторов. И это губительно, потому что основная задача, ну мы говорим в контексте психологии, основная задача родителей именно в том возрасте, когда ребенок находится возле, когда ребенок включен в семью, обучить ему и дать инструментарий, которым он может пользоваться в любых ситуациях. Ребенок должен научиться, у него должен быть опыт пребывания в различных эмоциональных ситуациях, как радости, так и печали. Он должен научиться отстаивать свою точку зрения спокойно, не впадая в деструктивные эмоции, такие как агрессия или депрессия. Вот. Поэтому основная задача родителя дать ему этот опыт, но в этот момент быть рядом, чтобы подставить свое взрослое плечо, свой опыт, свою поддержку и свою любовь. Вторая часть, которая абсолютно не интересуется, ну будем так говорить, психофизиологическими особенностями, она тоже допускает значительную оплошность. И это чревато тем, что ребенок начинает самостоятельно искать выходы и подчас находит их среди сверстников, которые тоже находятся в этом состоянии. и приобретая такой опыт и обращается за помощью к тем людям, которые его понимают, зачастую к сверстникам, которые, в общем-то, в принципе, лишены правильности поведения в той или иной ситуации, которая представляет эмоциональную или физическую угрозу для ребенка. Поэтому, безусловно, участие родителей обязательно. и сейчас в большей степени за рубежом, но сейчас и у нас тоже, что радует, проводятся различные вебинары, коучинги и обучают такой методике родителей, как самоэффективность. То есть, обладая знаниями, мы их применяем в контексте индивидуальных особенностей нашего ребенка. Время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. Продолжение беседы с педагогом-психологом Натальей Милюковой смотрите в наших ближайших выпусках. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин